Молодежь из стран Евросоюза, потому что это не только должно работать в одну сторону, не только люди из Восточного партнерства должны узнавать Евросоюз, но граждане Евросоюза, стран Евросоюза тоже должны узнавать страны Восточного партнерства. И как раз мы считаем, что если в это будут вовлечены молодые люди, это принесет пользу на перспективу, это самый важный подход. Ну и конечно, все, о чем мы говорим, было бы невозможно, было бы невозможно без денег. И мы тоже на это обращаем внимание, чтобы как бы увеличивать финансовые возможности Восточного партнерства. То есть предоставить странам, участникам возможность, то, что пользоваться европейскими фондами в более широком масштабе, чем эта была до с тех пор. Мы поддерживаем расширение возможностей европейских финансовых инструментов на страны Восточного партнерства. Это прежде всего Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития. И это в какой-то мере происходит. Мы даже это видим в Белоруссии, что это сотрудничество достаточно активно развивается. Но, конечно, это не исчерпывает всех возможностей. Артем, если позволите, я хотел бы остановиться на этом месте и передать слово Ирине Сухи. И, к сожалению, мы ограничены во времени, поэтому приходится даже о важных вещах в какой-то момент прекратить говорить. Но я думаю, что если у кого-то остались вопросы, то можно будет подойти к Мартину и обсудить это в отдельности. Ирина, еще раз добрый день. Добрый день. Как ваше настроение? Боевое. Отлично. Я хочу поинтересоваться у вас как человека, который представляет Белорусскую национальную платформу, какие особенности положительного спектра и негативного вы отмечаете в работе Белорусской национальной платформы по сравнению с другими странами и регионами. Если мы говорим о странах Восточного партнерства, как о странах региона Восточного партнерства, а не о странах, которые являются частью программы. Ну, вот ты знаешь, мне совершенно не хочется отвечать на этот вопрос. Мне он не интересен в данном конкретном случае. И я вот, ты здесь у всех представителей европейских стран спрашивала про будущее, так вот я тоже хочу про будущее. И в первую очередь я хочу, ну, то есть у меня есть как бы две такие вещи, два аспекта, в которых я хотела бы посмотреть на Восточное партнерство для Белоруссии. И первое, что у Белоруссии, наверное, не будет никакого будущего в Восточном партнерстве, если мы не отобьемся от углубленной интеграции. Я думаю, что все видят разницу в отношениях Евросоюза с Россией. И если мы, то есть, станем углубленно интегрированы, я думаю, наши отношения тоже всерьез изменятся. И если сейчас, то есть, во всяком случае, в предыдущий период, Белоруссия, во всяком случае, точно в экологическом законодательстве старалась гармонизироваться с европейским законодательством, то вот эти дорожные карты, которые никто не видел, гармонизируют нас совершенно в другую сторону. И вот эти вот как бы два процесса, раздирающие нашу страну в какой-то степени, это серьезная угроза для Белоруссии и для Восточного партнерства. И, конечно же, отбиться от интеграции – это задача наших белорусов. Но у Евросоюза тоже здесь есть дело. У Евросоюза должна появиться позиция по поводу этого. В декабре в Брюсселе на встрече Форума гражданского общества комиссар под прососедством сказал, что у нас пока нет позиции, потому что, конечно, если Беларусь добровольно захочет интегрироваться с Россией, то, конечно, это же дело Беларуси. А если вот недобровольно, то мы к этому будем по-другому относиться. А каким образом Евросоюз поймет добровольным или под давлением? Для меня те факты, которые уже есть, то, что эти дорожные карты неизвестны, непрозрачны, недоступны общественности, не обсуждались с белорусским обществом в целом, это уже говорит о том, что это точно не интенции белорусов. Это как бы сговор двух правящих режимов. И уже сейчас можно по этому поводу вырабатывать позицию. Я понимаю, что Евросоюз должен быть аккуратен в своих дипломатических движениях, но, тем не менее, сейчас нам дали небольшую отсрочку. Россия занялась своими делами, но это совсем не значит, что через некоторое время к нам опять повернутся лицом, и интеграция будет запущена. Никто не отменял этих дорожных карт. Процесс идет, и, по во всяком случае, то, что я слышу происходит в Белоруссии, то есть дорожные карты разрабатываются, законодательства адаптируются, то есть караван идет. Это как бы один аспект и одна угроза или проблема, с которой нужно смотреть белорусам на восточное партнерство. А можно я задам немножко провокационный вопрос? В случае, если такая интеграция все-таки случится, то что тогда произойдет с программой «Восточное партнерство»? Это будет восточное партнерство, в котором Белорусс практически не участвует, или в нем появится новая «Target Country», «Союз России» и Белоруссии? Как это будет? Ты же понимаешь, что этот вопрос не ко мне. То есть не хотелось бы даже в такое будущее заглядывать. Я надеюсь, что нам удастся не попасть в эту ситуацию, и все-таки у Белоруссии будет будущее восточном партнерстве. А другая линия, которая тоже связана с угрозами, но уже угрозами другого рода. То есть изменение климата – это глобальная угроза. И то, что сейчас новое руководство Евросоюза объявило вот этот грин-дел, и мне очень понимаю, как хорошо, как это по-русски красиво сказать. Зеленая сделка. В которой говорится, что очень романтический план к 2050 году Европу как континент сделает климатически нейтральным. И в тексте говорится о том, что никакие страны не должны остаться за бортом. И в этом смысле для меня важно, чтобы в восточном партнерстве этот грин-дел тоже появился. Потому что мы писали как представители третьей группы рекомендации о том, что вот этот климатический аспект, он должен быть не выделен в какую-то отдельную, вот как мы там сейчас у нас, группу энергетика, климат, окружающая среда. Это то, что должно присутствовать во всех линиях восточного партнерства. В экономике, в правах человека и good governance. То есть везде. А не выделять это в одно. И вот этот вот, то есть я ожидаю, что в восточном партнерстве грин-дел действительно станет присутствовать во всех линиях, не знаю, переговоров, развития, финансирования. И это тогда действительно будет, ну, отличный инструмент для того, чтобы как и Европа, так и страны восточного партнерства перешли на эту зеленую циркулярную или как угодно по-разному называющую экономику. Это действительно поможет сохранить нашу планету и континент Европы в целом. И у меня есть еще и третий. Можно? Да. Даже можно. Но и третий вещь, про которую я хотела бы говорить, это про участие гражданского общества в восточном партнерстве. Конечно, хочется отметить, что начиная с 2009 года я была на первых в начале восточного партнерства, потом немножко пропустила, и последние два года опять активно вернулась в этот процесс. И, конечно, участие гражданского общества за эти 10 лет улучшилось. То есть, если раньше нас на заседание экологической панели запускали на полчаса сказать какую-то речь, и после этого мы должны были удалиться, сейчас есть возможность присутствовать наравне с госорганами, слушать, что происходит, давать какие-то свои комментарии. Но, тем не менее, с моей точки зрения, участие гражданского общества все еще недостаточно. Многие вещи, которые происходят, и вот инициативы, которые в рамках восточного партнерства происходят, они все-таки на государственном уровне, и возможности нашего участия там недостаточно. И вот хотелось бы, чтобы вот эти принципы гражданского участия, то есть public participation в процессах, принципы прозрачности, усиливались и расширялись в восточном партнерстве, чтобы гражданское общество действительно, голос гражданского общества был лучше слышен, и мы могли его доносить, и как бы слышать обратную связь. И вот эти вот переговоры происходили не только на уровне правительств, но в том числе и всех заинтересованных сторон. Спасибо, Ирина. Вот это действительно важный комментарий, хорошо, что вы его озвучили. К сожалению... А предыдущие не важные. Предыдущие были тоже важны, но без третьего комментария эта панель была бы неполна. У нас, к сожалению, подходит к завершению время для этой панели, но я хотел бы, думаю, наши панели тоже хотели бы услышать какие-то комментарии или вопросы из зала. У нас будет 5 минут на каждый вопрос, даже нет, будет по 3 минуты на каждый вопрос. Давайте мы сделаем следующим образом. Есть у нас вопросы или комментарии. Я хочу увидеть двух человек. Вот у нас как раз прям посередине есть два человека. Вот в таком бежевом... Я представлю. Да, пожалуйста, скажите, как вы зовут, чем вы занимаетесь. Я Татьяна Зилко, я председатель правления Белорусского союза пенсионеров и зарегистрирована, к великому сожалению, в Польшу, потому что вот наше правительство, наша страна как-то вот не очень жалует эту часть нашего населения. Я хотела бы, во-первых, прокомментировать. Большое вам огромное спасибо, что, во-первых, к организаторам форума, во-вторых, к костям. Что вы посетили, что вы нашли время, нашли какие-то теплые слова. Нам большое спасибо. Ну и у меня, естественно, вопрос. Вопрос ко всем, наверное, представителям зарубежных посольств. Ну вот, в частности, я хочу задать вопрос послу, госпоже послу Австрии. Вот вы сказали, что вы хотели бы больше с Беларусью работать. Ну, в частности, как то. Молодежь, возможно, делать молодежные обмены. Обмены каких-то вот там научных сотрудников еще. Ну и ни для кого не секрет, что пожилые люди тоже, ну, тоже люди. Извините за тавтологию. И насколько я знаю, пенсионное движение в Австрии очень развито. В Австрии существует такая вот площадка, как политическая академия, где пенсионеры Европейского Союза собираются ежегодно на свои, в частности, руководители пенсионерских организаций и пенсионеры Австрии, собираются и обсуждают все свои проблемы, все вопросы. Почему я знаю? Потому что я несколько раз тоже там присутствовала, как, ну, как, да. Вот. И я бы хотела у вас спросить, возможно ли как-то наладить наше сотрудничество в этом, в этой связи, именно в пенсионном движении? Потому что мы в этом году провели, не в этом прошлом уже получается, провели первый белорусский форум, даже не белорусский, а первый сеньорский форум стран восточного партнерства. У нас были все представители восточного партнерства и Евросоюза. К сожалению великому мы не смогли принять всех стран Евросоюза представителей, но пять человек у нас были из Евросоюза. Было очень интересно, как стать из восточного партнерства, так и из Евросоюза. Они очень заинтересовались этим движением и этой работой совместной. Давайте попробуем тогда услышать ответ на вопрос. Да, возможно ли сделать так, чтобы мы могли даже пусть на той площадке. То же самое с восточным партнерством встречи, не только Евросоюза встречи, пенсионерами. Спасибо большое за ваш вопрос. Спасибо за вашу вопрос. Может, я отвечу в деталях, один на один. Но давайте поговорим о том, что касается третьего форума, который очень важен и очень уважен. Люди, которые были пенсионеры в Беларуси сегодня, у них есть либо вредные знания о войне, либо они были дети в период после войны, и у них еще есть очень важная память о том, что произошло. И мы видим, что многие австрицы, которые у них родственники, которые служили в Вермахте в Беларуси, которые, может быть, умерли здесь, и уходили в Сталинград, и мы видим, что они хотят говорить о том, что они хотят. И также я слышу, что многие Беларуси, все беларуси, говорят, что, не вредные, но вредные они хотят. Субтитры создавал DimaTorzok